Вброс Макафи и бесстрашный IG Group. Подробности индустрии в этом выпуске. Здравствуйте! Джон Макафи пророчит биткоину взлет выше 500 тысяч долларов. Гений кибербезопасности и отличный маркетолог намеренно привлек колоссальное внимание к своей персоне, после чего приступил к продвижению ICO для своей новой площадки. Макафи взбудоражил участников криптоиндустрии предсказанием о том, что через три года цена биткоина достигнет отметки в 500 тысяч долларов. Смелый прогноз он подкрепил одиозной бравадой, которая послужила идеальной наживкой для журналистов, ведущих в беспрестанную охоту на оброски заголовки. Ну а теперь, заполучив общее внимание, он приступил к продвижению нового токена под скромным названием – McAfee Coin MCF. Его продажу проведут в рамках одного из двух первичных размещений монет ICO, запланированных в целях поддержки Макафи XL, акселератора и фонда венчурного капитала, помогающего хакерам строить собственные блокчейн и системы на базе искусственного интеллекта в Китае. IG Group спасает бизнес от натиска регуляторов. Компания фокусируется на продаже акций. Так, согласно отчету за прошлый финансовый год, выручка IG Group в Британии и Европе достигла 330 миллионов фунтов стерлингов. Из них 78 миллионов фунтов стерлингов пришлось на торговлю акциями, продуктом которого не коснутся новые ограничения. Что также может обрадовать корпоративных клиентов компании и нерезидентов, так это то, что они могут продолжить использовать более высокое кредитное плечо. Брокер ожидает, что около половины общих поступлений не подвергнется воздействию со стороны изменений в регулировании в Великобритании и Евросоюзе. Ассоциация форекс-дилеров принимает граждан. Российским потребителям форекс-услуг предоставят информационно-консультативную помощь. Первый личный прием населения состоится уже на следующей неделе в офисе ассоциации в Москве. Подать заявление на консультацию можно как онлайн, так и по телефону. При отсутствии возможности обратиться в ассоциацию лично, задать вопросы и подать жалобу можно через интернет-приемную СРО. На ближайшем приеме руководитель СРО АФД Евгений Машаров выслушает обращение потребителей форекс-услуг по поводу осуществления деятельности форекс-дилеров, нормативно-правовое, регулирование рынка форекс в Российской Федерации, вопросы деятельности недобросовестных участников рынка, прием жалоб и обращений. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Информация предоставлена изданием Форекс Магнейтс.